В предыдущих уроках мы изучали структуру молитвы, тоже теория молитвы и историю ее. Сейчас мы будем изучать лайфхаки, которые помогут нам, чтобы наши молитвы воспринялись перед Богом. На иврите это называется сгулот. Если дословно это перевести, то это вспомогательная вещь, которая помогает достичь какой-то цели. Итак, давайте начнем. Есть очень много сгулот. Начнем с первой. Аризаль был такой каббалист. Он говорил, что чтобы воспринялись наши молитвы перед Богом, нужно перед молитвой наполниться любви к еврейскому народу, к каждому еврею, и тем самым мы соединимся со всем еврейским народом, и наши молитвы поднимутся перед Всевышним со всеми молитвами еврейского народа. Это такой лайфхак, который действует. Это говорит Аризаль. Второй лайфхак, как сделать, что молитва воспринялась, это молиться с радостью. Потому что, когда человек грустный, он становится более материальным. Потому что грусть, ее основа, говорят наши мудрецы, это земля, это песок, что такое тяжелое, что человек становится таким... Очень тяжелое настроение. И когда человек радостный, и у него хорошее настроение, то тогда он более духовный, и он может легче соединиться со Всевышним и донести его молитвы. Третий лайфхак. Это больше связано с гулой на парносу. Парноса это на заработок. Во время молитвы есть такой отрывок, который написан там так. Молись сначала за своего друга, и ты первый получишь то, что ты хочешь. Что они имеют в виду? Иногда у нашего друга больше полагается, что он получил благословение от Бога, там заработок и так далее. Но он не молится, чтобы получить это. И когда я молюсь ради своего друга, то я в принципе создаю поток благословения через меня к моему другу. И выходит, что сначала благословение пройдет через меня, ко мне, а потом к моему другу. Из-за этого выходит, что когда я молюсь за своего друга, то впервые я получаю благословение. Вот из-за этого это очень такой лайфхак, который работает. Это у нас был четвертый лайфхак. Пятый лайфхак, который говорят наши мудрецы, он очень похож на предыдущий. Это находиться рядом с успешными людьми. Когда мы находимся рядом с ними, то автоматически мы получаем от них тоже какое-то благословение, если мы находимся рядом с ними, как будто бы есть как аура. И если мы находимся там, то тоже впитываем что-то, и мы можем получить благословение. Это был у нас пятый лайфхак. Шестой лайфхак. Это очень важный лайфхак для заработка. Говорят наши мудрецы, когда мы говорим благословение после еды, особенно после хлеба, это называется берегат Амазон. Если мы концентрируемся в этом благословении, то обязательно это приведет к нам к богатству. И эту сгулу я очень много слышал у людей, которые говорят, что они это делали, и это по-настоящему им помогло увеличить свой заработок. Это у нас берегат Амазон. Следующий лайфхак, который есть, это тоже, который Бог сам говорит, проверьте меня и не пожалейте. Это давать десятину нуждающимся. Написано так, что переводится на русский дай десятину, чтобы ты разбогател. И в этом можно проверить Богу. Очень многие люди рассказывают, что они начали практиковать эту вещь, давать десятину нуждающимся. И по-настоящему это привело к увеличению их заработка. Это мы сейчас изучали лайфхаки, которые связаны с некоторыми действиями и так далее. Сейчас мы изучим еще одна сгула, такая категория интересная, которая связана молиться в могилах праведников. Как мы многим знаем, что, допустим, в Украине, в Умане приезжает очень много евреев там молится. Почему они там молятся? Потому что там есть праведник Рабин Ахман. И, конечно, не только в Украине, в Израиле тоже есть очень много могил праведников, которые были святы. И даже после смерти они стали больше святы, потому что, когда они были живы, они были материальны. А сейчас, что они после смерти, то они уже стали более духовными. Из-за этого намного легче присоединиться к этому потоку духовности. И есть очень много могил, которые они могут помочь в разных сферах. Некоторые могилы могут помочь в заработке, другие могилы могут помочь найти супруга, другие могилы, они могут помочь со здоровьем. В описании этого урока мы добавим, в каких сферах каждая могила может помочь. Эта тема, она очень разнообразная, очень много есть вещей и мест. И там это будет подробно написано. И самое главное, мы должны понимать, самый большой лайфхак, это по-настоящему искренне молиться Богу и просить то, что мы хотим. В конце этого курса я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы посмотрели все эти уроки. С вами был Илья Шмапин Тусевич. С Божьей помощью увидимся в следующих интересных курсах.